В районе Мэвэнд, провинции Кандагар, наступает вечер. Группа медицинской эвакуации армии США получает новое задание. На этот раз пациент военнослужащий армии Афганистана, под пациента Альфа. То есть ранение крайне тяжелое и может быть связано с потерей конечности. Как всегда, от поступления сообщения до взлета вертолета Black Hawk проходит 7 минут. Однако эта миссия не просто эвакуация подорвавшегося на мини. Это полет в так называемую горячую зону посадки. Горячая зона посадки – это место, где предполагается присутствие врага и где, скорее всего, идет бой. В такие моменты вертолет для одной страны означает спасение, а для другой – удобную мишень. В 1993 году в столице Сомали Магадишу местные боевики из гранатометов сбили два Black Hawk, еще три были повреждены. За медицинским вертолетом в сезону боевых действий летит другой вертолет, задача которого – прикрыть в случае необходимости медиков. Если бы мы остановились и обратили внимание на то, что именно за заданием мы выполняем и где будет посадка, не знаю, захотелось ли бы туда лететь. Вертолет садится рядом с небольшой военной базой, на которую напали боевики. Солдаты быстро грузят раненого. Это афганский военнослужащий, он ранен в лицо, в ногу, ему отрывало часть руки. Состояние критическое. Такой пациент должен быть доставлен в госпиталь в течение часа. В противном случае шансы выжить устремляются к нулю. Вертолет снова в воздухе. На его борту идет борьба за жизнь. Жизнь важна для меня, и мне абсолютно все равно, чья именно. Для меня все одинаковы, что американские солдаты, что афганские. Их жизни стоят для меня на одном уровне, и мне важно спасти эти жизни, вне зависимости от того, кто они. Они сражаются за свою страну, так же, как и мы, и поэтому также заслуживают спасения. Вертолет садится на военной базе. Раненого уже ждет карета скорой помощи. Его доставляют в афганский госпиталь. Военные врачи передают пациента с рук на руки своим афганским коллегам. Единственная проблема – языковой барьер. Очередное задание выполнено. Подошел к концу еще один день службы в Афганистане. Алексей Березин, Екатерина Александрова, Инфокс, Вашингтон.